Неделя ранней диагностики злокачественных новообразований полости рта и глотки уже стартовала. Любой пациент Артемовской стоматологической поликлиники может сделать это всего за три минуты, и это будет совершенно бесплатное обследование. Так называемая ауто-люминисцентная диагностика полости рта проводится аппаратом стоматоскоп АФС, иными словами, лампой со специальным свечением. Это новая разработка российских ученых. Лампа обладает высокой чувствительностью к любым заболеваниям слизистой оболочки рта и проста в применении. Артемовская стоматология – одна из первых в Приморском крае запустила подобное обследование. Его проводит стоматолог-терапевт с 10-летним стажем работы Оксана Беляева. Доктор прошла обучение в Московском медико-стоматологическом университете у профессора Людмилы Максимовской. Обследование занимает от двух до четырех минут. Оно безболезненно и не доставляет никаких неудобств. Если род пациента здоровый, лампа светится зеленым цветом. Если эта лампа позволяет выявить и на ранних стадиях онкологию, и на предраковые заболевания, воспалительные заболевания, если есть какие-то изменения в полости рта, то она сразу же дает о себе знать. Если это доброкачественное новообразование полости рта, то это более светлое свечение от оранжевого до светло-красного. Если это все-таки какие-то подозрения на онкологические заболевания, или полости рта, или языка, или глотки, то цвет меняется от темно-абордового до полностью черного. То есть, если это выявляется, то автоматически пациент направляется дальше уже в онкологические центры на доп. обследование. При этом назначаются мазки, на основании чего мы сможем пациента дальше отправить на дальнейшее обследование. Неделя ранней диагностики злокачественных новообразований полости рта проходит в соответствии с национальной программой «Борьба с онкологическими заболеваниями». По сообщениям Департамента здравоохранения, ежегодно в Приморском крае заболевает более 200 человек раком губы, языка, полости рта и глотки. Первые случаи злокачественных опухолей регистрируются с 25 лет, достигая максимальных значений к 60 годам. Мужчины заболевают значительно чаще, чем женщины. В 60% случаев новообразования диагностируются в запущенных стадиях. Поэтому пройти профилактическое обследование важно и нужно. Также осматриваются преддверия полости рта на всякие виды предраковых заболеваний, в виде лекоплакии, хелитов, каких-то хронических язв. Если у пациента ранее было какое-либо протезирование, и все, если что-то где-то есть, нам бы это показывали. На данном этапе у этого пациента не было выявлено никаких патологических заболеваний с листой оболочки полости рта или языка и глотки. Стоит отметить, что пройти диагностику злокачественных новообразований полости рта можно в любое время, записавшись на прием к врачу. Луиза Сосоева, Илья Тишкин, Даная Михайлова, Городские новости.